История Российского Государства Борис Акунин Мир и война Роман Том 1. Мир Глава 1. Смерть на миру Июня 13-го дня мокрым серым утром случилось страшное. Деревенские всем миром собрались на берегу разбухшей от двухнедельных дождей Саввы помолиться о ведре. Стояли с непокрытыми головами, ноги на коленях, у мужиков к колбам прилипли волосы, у баб потемнели волглые платки. Отец Мирокль то и дело стряхивал рукавом с бороды капли. И вот взывает он к пастве своим дишкантам. После хлеб твой на лице воды взманивают рукой на речку, все обращают туда взоры, а на темной пузыристой глади колышется нечто пунцовое. Тишка косой, который был к берегу ближе всех, первый углядел красный ситец и полез доставать. Зачем хорошие вещи зря мимо плыть? Но Катина этого еще не видела, потому что находилась подлипопа с приличествующим оказией просветлением на лице и присомкнутыми очами. В действенность климатических молитв Полина Афанасьевна не верила, но знала, что они полезны для народного умонастроения, затем и присутствовала, являя собою единение с обществом. Она готовилась пребывать всей скучной позиции еще долго, но когда услышала крики и движения, сразу открыла когда-то лазоревые, а с годами выцветшие до бледной голубизны глаза. Слушалась, вгляделась, вникла. Крики были «Утопница! Утопница!» Движение же в толпе образовалось двоякое. Одни кинулись к реке поглазеть, другие шарахнулись от жути подальше, и первых было много больше, чем вторых. — Извольте, матушка, вот вам иллюстрация к нашему дальшнему спору, — в полголоса сказал помещица отец Мирокль. Он был человек маловозмутимый, философ. — Любопытство в человеческой природе сильнее робости. — Да ну вас! — махнула Катина, ибо всему ж свое время, и пошла наводить порядок. Перед ней расступались. Полина Афанасьевна сразу поняла. Покойницу принесло течением сверху, ибо тут место мелкое, не потопнешь. Платье зацепилось за мостки. Экая докука. Плыла бы себе дальше, к соседям. Люди из-за долгих дождей, без того кислые, от такого поганого знамения вовсе заунывятся. — Что встали? — помещица сердито повернулась к мужикам. — Доставайте! Только, оказалось, ошиблась она. То была не докука, то была беда. Мертвица, когда ее перевернули, оказалась своя. Вымираловская. Палашка Трифонова. Хорошая, ясная девка, совсем молодая, шестнадцати, что ли, лет. Лучшая во всем селе грибница-ягодница. Всегда из лесу приходит с полными лукошками. Катина думала ее через годик, когда соком нальется, за кузнецкого сына выдать. Эх, горе какое! — запечалилась Полина Афанасьевна. Не бродить соку всем бедным теле, питать ему червей подземных. Как же это она, глупенькая, угораздилась. Тут, понятно, завопили бабы. Палашкин отец Трифон Михайлов протиснулся, растерянно забармотал, вертя головой влево и вправо, только бы не смотреть вниз. И ночевала. Думали, к тетке Матрёне Воксинина пошла, а ну вон что! Матери Лукерии Трифоновой на берегу не было. Она на молебен не пришла, дома лежала хворая. Но за ней уже побежали, конечно. Приведут. Лукерия и так-то заполошная, а тут вовсе и ступица. Подхватят другие, развоются, раскликушествуются и начнется Вавилон, соображала Катина. — Что глазеете? — прикрикнула она на баб. — Поддите, поддите! — мужикам велела. — Поднимайте, в избу несите. Нечего ей, бедный, в жижи валяться. Крестьяне подняли тело из воды, шаг другой сделали, да и уронили на землю, а сами отскочили. Будучи поднятой, покойница провисла на руках, заколыхалась, словно была из теста ильстудня. — У ней кости все давленые! — завопил кто-то. И понеслось. — Лешак! Лешак! Палашку в лесу Лешак раздавил! Пусто стало вокруг. Подле труп осталась одна Полина Афанасьевна. — Стало быть, и до нас добралось, — подумала она. — Значит, не докука это и не беда, а много хуже злосчастье. Не Вавилон будет осадом с гоморрой. Из реки Саввы, медленно текущей через густые звенегородские леса, через оржаные овсяные поля, через травяные луга, уже вынимали девок со сплошь переломанными костями. Когда такое случилось впервые, прошлым летом люди подивились столь диковинной смерти. Родные поплакали да схоронили у покойницы на церковном кладбище. И ничего такого не подумали. На всю волю Божья. Но после второй утопленницы о Боге уж не говорили, только о Лешаке. Это сказка такая. Ее бабы детишкам по всей округе рассказывают, что под ней в лес не ходили. Будто живет в чаще по кустам и врагам лесной бес, весь в медвежьей шерсти. Кто с ним встретится, пропал. Обхватит Лешак своими лапищами, сожмет до костяного хруста, прильнет кустам и высосет живой дух, которым питает свое Лешачье естество. Переломанное бездыханное тело кинет в болото, или в озеро, или в речку. Слушая, как сельчане поминают Лешака, и бабы подвывают от ужаса, а некоторые и визжат, Полина Афанасьевна подосадовала, что прежде мало заботилась этими вздорами и даже толком не знала, сколько раз оно такое приключалось. Трижды? Четырежды? Катина мало интересовалась тем, что происходило вне ее владений. Страшных утопленниц находили далеко, в десяти, в двадцати верстах. А тут сгубили не чужую какую-то девку, а свою Палашку, да прямо у порога. За свое и за своих в Эмираловской помещице стояла крепко. И сейчас ею владел не страх, а ярость. Сдавило горло, мешало дышать. Кто бы душегубство ни произвел, лишак ли, дьявол ли, людь или не людь, но за Палашу он заплатит, пообещала себе Катина. Землю с небом местами переверну, а сыщу. Однако сначала нужно было успокоить курятник. Так раскудахтался, что мысль не соберешь. Голос попа, пытавшегося увещевать пасту, тонул в гамме, охах, плачах, причитаниях. — Устыдитесь! — взывал священник. — Суеверие и самопугание приличны малым детям, но незрелым мужам с женами. Придумывайте сказки, а после сами в них верите. Сообразите сами, какой лишак, кто его видывал. Воистину, когда хочет показнить и человека, отнимают у него разум. Но его не слушали. Отец Мирокль у деревенских почтением не пользовался. Очень уж витиеват и трудноглаголен. Иное дело староста Платон Иванович, его уважали. Этот не кричал, рук не вздымал, а шел через скопище. Ворковал по-голубиному своим жидким, ласковым тенорком. Ему и прозвище было Голубь. — Бабоньки, лебезные, угомонитесь, о детках своих подумайте. Вон они, бедные, сжались от ваших криков. Ночью спать не будут. Степан, жену обними, успокой. — Дмитрий, посмейся, дочки, козу сделай. Вижу, белая вся трясется. И где пройдет Платон Иванович, становилось тише. Только дети пищали, а взрослые уже нет. Уверившись, что Голубь с Миром совладает, Полина Афанасьевна о деревенских думать перестала и занялась чем следовало. В свои 62 года была она вся седая, но мышцей упругая, в движениях спорая. Наклонилась над мертвым телом, стала его щупать, шевелить. Понадобилась присела на корточке. Эх, Палаша, Палаша, что ж с тобой приключилось? Судя по изгибу Тулова, позвоночный столб сломан и, может, не в одном месте. Ноги тоже гнутся во все стороны, будто молотили в десять дубин. Однако синяков и ссадин нигде нет. На запястьях только кожа содрана. От грубой веревки? А почему борозды такие широкие, будто волочил кто или со всей силы дергал? Надо будет раздеть до нога и повсюду осмотреть, подумала Катина. Не здесь только не на виду, а в тихом месте. Подвязывая покойнице отвисшую челюсть, перекладывая на грудь замечательно густую длинную косу, помещица заметила в волосах что-то мелкое, белое, решила речной камешек. Стала вынимать. Оказалась крохотная костяная пуговичка, какие бывают на рукавах. Ах, вот как, сказала себе Полина Афанасьевна, лешак, значит, у вас с манжетами ходит. Хищно оскалила ровные зубы, с возрастом нисколько белизны не потерявшие. Отец Мирокль про них говорил, что это наивернейший признак природной крепости. Ибо дентес сани инкорпорес сано. Сирич в здоровом теле здоровые зубы. Катина и правда у труда не хворала. Примечательную находку она положила в карман. Прошептала сама себе, была у нее такая привычка, «Кто ты, гадина, не будь, за эту пуговичку я тебя и ухвачу». От пуговицы к рукаву, от рукава к руке, а от руки дотянусь и до горла. Обернулась на толпу, там опять шумели. Это прибежала из дому с другого конца села Лукерья, покойница на мать. — Палаша, Палашенька, роженая моя, рощеная, золотко моё ненаглядное, я кровинушка! Да прочее всякое. Бабы с девками, конечно, тут же подхватили, но Катина им разводить вой не дала. Распрямилась, крикнула своим замечательно звонким голосом, «Эй, тихо там!» И стало тихо. — Слушайте, что скажу! Все придвинулись ближе, встали тесно. Речь помещицы была короткой. — То дело злодейское. Не лиша к нашу Палашу порешил, а лихой человек. И я буду не я, коли ирода этого не добуду и не покараю. Даю вам в том моё катинское слово, а вы слово моё знаете. И потом уже в полголоса старости. Лукерья пускай повоет, но чтоб держали за руки. Не давайте ей на тело пасть. Покойницу взять плавно, в восемь рук. Положить на широкую доску, а лучше на столешницу. Снесите-ка мне на двор в скобяной сарай. Трифону объясни. По закону так положено для розыска убийцы. Дальше совсем тихо, шепотом. Девку всю раздень. Бережно. По бокам обложи льдом. И дозорного поставь перед дверью, чтобы никто не совался. Платон Иванович ответил. — Всё исполню, матушка-голубушка. А только дозорного ставить незачем. Назряшные человека от работы отнимать. Копологи, никто ни за какие калачи не заглянет. И сарайку стороной обойдут. — Твоя правда, — согласилась Катина, — что я учу ученого. Распорядись там, как надо. А мне вели оседлать Каурова. Поеду в Звенигород. К судье. И скоро уже четверти часа не прошло. Гнала быстрой рысью, под моросящим дождем, по клеверному лугу, по выгону, мимо околицы большого, широко раскинувшегося села Вымиралово. Глава вторая. Вымираловская помещица. Но нетрудно было и поверить, что тридцать лет назад селение стояло безлюдное и безвидное, будто покинутое душой и тело. Пустые дворы позаросли травой, пыльные окна тусклились осколками. Первый раз, увидев сей позеленелый труп, Катина ощутила нечто вроде родственности. Она тоже, после утраты супруга, погибшего в Пугачевскую смуту, некое время чувствовала себя полой оболочкой. Треснувшим сосудом, из которого вытекла содержимая влага. В прежней молодой и счастливой жизни Полина Афанасьевна обитала в иных краях. На широком и высоком Волжском берегу, в Мужнином имении. Но простить тамошним крестьянам измена и бунта не пожелала. Относилась к прощению не по-христиански. И по умерении мятежа в разоренное гнездо больше не вернулось. Деревню со всеми жителями продала, перебралась в Москву и прожила там с сироткой сыном лет десять. Однако же, заметив, что мальчик растет бледен и не умеет отличить вяза от ольхи, решила, что здоровее и во всех смыслах полезнее увезти маленького Ростислава подальше от городской пыли и московского общества, которое хорошему не научит. Жить надо бы на вне Москвы, но поблизости, чтобы не задичать в глуши. Поездила по окрестностям, прикидывая, как бы за меньшие деньги купить лучшее, и наткнулась на мертвое село Вымиралово. Раньше оно называлось Муралово, по владельцам Мураловым, которым в Звенигородском уезде принадлежал десяток деревень, и эта, самая большая, с господским домом. Но в чумовое поветрие 1972 года крестьяне все до одного перемерли от заразы, и село прослыло клятым местом. Муралово оттуда съехали в Москву, дом перевезли, оставив один фундамент, а селение запустело. Хозяева его отдавали за бесценок. Никогда бы Катиной с ее невеликими средствами не купить ближнее подмосковное поместье с полями, лугами и лесом, если б не чума. Землю приобрела задешево, основные деньги потратились на заселение. Полина Афанасьевна купила пятьдесят парней и пятьдесят девок, выбирая штучно, с умом, с приглядом на будущее, чтоб были работящие, сильные, не гнилого нрава, и, конечно, сразу примеряла, кого с кем оженят. Сейчас, тридцать лет спустя, село смотрелось необычно. Дома все крепкие, схожие, стоят по линейке. Стариков-старух вовсе нет, одна только помещица. И сразу видно, что живут здесь не бедно. Нетрудно забогатеть, если все работники молоды, а хозяйка рачительна. Конечно, за столько лет вымираловцы сильно размножились, уж третье поколение наплодилось. По последней переписи числилось за Катиной триста тридцать три взрослых души обоего пола, она ведь еще и новых прикупала, да почти столько же отроков с отроковицами. А малолетних детишек Полина Афанасьевна не считала, потому что они к жизни еще не цепки и легко мрут. Помещичествовала Катина без чувствительности. К своим крепостным относилась заботливо, но глупости и лености не потакала. Делила собственность на живую и неживую, и средь первой людей от скотов сильно не отличала. Крестьяне у нее содержались точно так же, как лошади в образцовой вымираловской конюшне, чисто, сыто и в постоянной работе. Чем-то в ноги отлично от четырех копытных, да мало чем. Каждый на что-то гошь, на что-то нет. Есть, которые понимают ласковое слово, и есть, кто без кнута не повезет. Иногда встречаются дурные, либо строптивые, от которых и кнутом ничего не достигнешь. Над такими крепостными Полина Афанасьевна попусту не тиранствовала, а поступала как с норовистой или ленивой лошадью. Расчешет гриву, нашелковит бака, да и продаст. Пускай другие мучаются. Зато уж годных людей, кто прижился и прирос, никому и никогда ни за какие деньги не продавала. Как, впрочем, и лошадей. Свой, значит, свой, не продажный. Сама определяла, кого к какой работе приставить. Сама учила. Понадобится лечила. Решала, когда и на ком женить. В беде, если что, не оставляла. Но сентиментальный описатель верно назвал бы вымираловское общежительство большую семьей. Но, не склонная к нежностям, Катина мыслила крестьян стадом о себя пастушихой, не видя всей аллегории никакого ругательства. У ней был лошадиный табун и три стада. Человечье, коровье, овечье. И все образцовые. К примеру, коровы с овцами ходили на пастбище и обратно сами. Без кнута и собачьего лая. Потому что приучены хорошими пастухами. Недавно сосед, граф Толстой, предлагал за коровьего пастуха большие деньги. Полторы тысячи. И дошел до двух, но Полина Афанасьевна, как уже было сказано, своих не продавала. Человеков она делила на три сорта. Как тех же лошадей, которые, смотря по резвости и стати, годно под седло, под гуш или под пахоту. Крестьян, кто взросл умом, помещица определяла в арендаторы с полной свободой хозяйствования и установленной долей. Бойких, кому каждодневничать скучно, отправляла зарабатывать оброк. Тяжелозадых велокровных держала на барщине. И всяк был на своем месте. Покойный муж Укатиной был идеалист и мечтатель. Верователь в равенство и благотворность свободы. Полина Афанасьевна тогда была юна. Сердечно любила своего избранника, а значит, любила и все его суждения. Но прекраснодушие предала супруга. А сам он предал любящую жену. Взял да погиб, оставив ее на свете одну, с разбитым сердцем и раздутым животом. И все из-за своих русоистских бредней. Простить покойнику этой измены Катина так и не смогла. Прощать, как уже говорилось, она умела плохо. До сих пор мысленно корила своего Луция. Спорила с ним, все что-то ему доказывала. Он в тех видениях помалкивал, но чувствовалось, не сдвигается. И за это она на него сердилась. Правда, ночью, когда муж снился, никогда с ним не бронилась, а только сильно радовалась, что живой, и всегда просыпалась с мокрым лицом. Днем-то у Полины Афанасьевны исторгнуть слезу могла только чистка сырого лука, который она зимой употребляла для здоровья. А доведись бы ей все же поспорить с Луцием наяву, сказала бы, что на свете никакого равенства нет. Оно и природой не предусмотрено. Кто-то хороший работник, а кто-то плохой. Кто-то умен, а кто-то глуп. Кто-то всем в радость, а кто-то всем в тягость. И ценить человеков одной ценой — это дорожить худого и дешевить доброго. Хороший рысак и находец стоит в десятеро, в двадцатеро более подводные лошаденки. И никто ведь в том несправедливости не видит. И свобода тоже очень мало кому нужна. Может, из ста людей одному или двум. Впрочем же, надобно, чтобы их вели, говорили, что делать и чего не делать. Да только попусту не обижали бы. Взять тот же крепостной обычай, который муж покойник считал величайшим российским злом, причиной всех бед. А ведь это издавнее устройство. Ничьим-то коварным промыслом образовалось, а природным укладом отечественной жизни, всей историей, опытом многих испытаний. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова